Выбирать героя. Тайд-хунтер. Очередь Вега-Сквадрон выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 11 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 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Несмотря на то, что Vega вчера не так много, ну не так хорошо выступали, сегодня они собрались и вот в первой игре выглядели здорово, в второй игре свою стратегию взяли. Но теперь уже настало время короночка команды Team Spirit. У них этот тренд, которого они используют в огромном количестве игр. Более того, сейчас еще и сильного инвокера отдают. ДК, ну собственно будет тяжко в начале. И хорошо вообще в принципе все продумано. То есть есть Бруда против нее, насколько я понимаю, Тайда постараются поставить. Очень на самом деле хороший герой с его пассивкой, с его третьим спелом. Разбирается он с Брудой, с его пауками здорово. Но все же у Vega пуш. И если в какой-то момент просядут немного у нас Spirit, может игра закончиться очень быстро. Ну как было в прошлой игре. Разок они прошли удачно по верхней линии, после чего поймали виспа, снесли практически бараки. Ну пуш, вот то самое слово, которое пытаются использовать в Vega Squadron, эту стратегию. Это знаешь, обычно как бывает, команда нашла что-то в патче. Вот какую-то особенность, да, какую-то изюминку. То есть этим можно выиграть, это получается. И это работает ровно до тех пор, пока не найдется команда, которая просто их загнобит с этим их пушем. Покажет все их слабые места и расскажет, что только так играть нельзя. Пока Vega вот в этом матче играет только через пуш. Мы идем, мы собираемся вместе, ломаем товара и берем Ченна, и типа все круто. Получится ли у Каблака остановить вот таких вот в Vega Squadron? Большой вопрос. И в течение часа мы как раз таки это будем вместе с вами, конечно же, узнавать. Пока у нас там небольшая пауза. И ребятки пока просто разобрали героев. Мы видим еще нет таких новодвижений. Мы можем быстренько, наверное, пройтись по составам сразу. Да, давай. Так, Vega Squadron, маг, конечно же, на свой сигнатурный брутмазер. Но ван, миди, будет стоять на драгонайте. Соло на Ченни, лесной, понятное дело. Паша фармит на Ликантропе. Ну и Сема будет суппортить на Джакера. Ну и Team Spirit. Габлак играет на Тренд Протекторе. Ранзес на Эмберспирите. Айсберг на Инвокере. Олвис в Анаслай на Бене. И Афтерлайф на Тайтхантере. Да, совершенно верно то, что у Веги пуш получается лучше. Да и у многих команд в этом патче пуш получается поинтереснее. Куда-то сразу... Санстрайк на Фонтан для того, чтобы посмотреть, кто идет на ТП. Вы видели, что ТП шатся всем за Слеер. И можно немножечко предугадать, куда он внезапно может поставить фарм. Ну, опять же, в теории только. Потому что он мог пойти на ТОП, мог пойти в МИД, мог пойти вниз. Пошел он все-таки на нижнюю линию. Вообще, хочу еще так же добавить, дорогие друзья, что это у нас не единственный матч в рамках европейской квалификации на сегодня. Потому что будет еще следующим матчем игра между Team Empire и Team Liquid. Да, это тоже довольно суровый замес. Если вот так... Ну, Ликвиды хороши. Очень сильная у них макро. Но имперцы вчера показали, что они прямо вот уже на кураже готовы эти квалификации врать. Думаю, что пойдут... Пойдут до конца и будет интересно. Но тем временем у нас заходит Team Spirit. Естественно, драться с ними не очень хочется. У них слишком плотные герои для этого. Забавные у нас получаются три игры. Вроде бы в каждой из них есть пуш, но совершенно разные стратегии. Одинаковые стратегии? Пушим, давим, гнобим. Правда, немножко полгероев меняется. Ну, я больше про то, как играют против него. То есть, с одной стороны пуш, а с другой стороны сначала был Эмбер. Во второй игре у нас Тинни Висп. А здесь вроде тоже Эмбер, но при этом такой с Тайдом, с Тринтом, с каким-то инвокером. Здесь даже скорее, сколько ни с пушем готовы бороться Team Spirit. С ним тоже, в частности, впоследствии, когда Эмбер Спирит купит артефактов, сколько Team Spirit делает ставку на именно лейнинг. Вот лейнинг — это то, что сейчас должно хорошо пойти у Team Spirit. Должны сейчас на своих линиях они загнобить противника. Вот уже именно для этого Эмбер вместе с Бэйном отправляются на хард, потому что там Ликантроп, и ему нельзя давать фармить. Именно для этого уже начинают какие-то ротации по карте Габблак. В миде там уже Кайсбергу поможет в случае чего с помощью Ливенк Армора, или просто будет как-то бегать. Ну и на топе, конечно же, Тайдхантера постарались поставить именно против Брутмазер. Потому что, как уже было сказано ранее, Тайдхантер против Бруды стоит очень хорошо за счет того, что у него вот есть Эмго Смэш и появится Кракеншелл. Ну, в общем, так пока все и получается. Ну вот Паша пришел, Паша говорит, хочу крипов бить, ему говорят, отказано. Так, я работаю. Ройсон, а у Ликана, между прочим, уже фласочки нет, и у него три Тангуса осталось. Разок его еще пробить, хилов не останется. Интересно, что на миде происходит, потому что здесь у нас инвокер с Алакрити против ДК. ДК, конечно, пытается срезать дэмэдж, но инвокер здесь, понятное дело, должен доминировать на лайне. Ну, вроде как Дара, инжирик против милишника, да плюс ко всему еще и Алакрити боп-урон дает. Вроде должно быть все окей, но мы знаем Драгонайт, если поначалу немножко просядет по крипстату, то потом возьмет себе поттл, прокачает на три Брассфайра, и потом еще у него будет крипов не давать хорошо. Да, из-за чена, конечно, приходится здесь терпеть вначале, но всегда вначале приходится терпеть с этим Ликаном Веге, не всегда зачастую. Кажется, у него шесть крипов неплохо, но Эмбер Спирит также имеет пятерочку, инвокер у нас чуть опережает ДК, ну и Тайтхандер чуть опережает Бруду, все более-менее. Должно быть, как и в принципе предсказывалось, да, но может быть все-таки по активнее должно лепить несколько Тейм Спирит, а впоследствии попытаются наверняка еще раз пробить пашу, может быть даже лучше убивать Сома Зе Слэйр, герой помягче. Пока мы видим, что просто Тренд бегает, собирает руны, Каблак нашел инвиз. Кому-то дал Ливинг Армор. А инвокеру нет, без конца. Да, инвокеру не хватает немного регена, ну, может не хватать регена из-за того, что он не качает Векс, качает все абсолютно в экзорд, будет сильный санстрайк. Да, айсберг здорово начинает обгонять этого ДК. Так, ну и Тренд приходит. Я думаю, что это должен быть Ферзблат сейчас. Где же санстрайк у нас? Поделить дэмэдж, ну как же больно залетает Семе, хотя в итоге Байна должны запирать и Байна забирают на ФБ, Сема уходит на 18 гп, регенит от Сатира. Сема мансует, ну нет, Тренд ему тычкой с руки объясняет. Очень долго ждали. На самом деле, побыстрее Кастани вот этот вот санстрайк и все спылы могли забрать. По-моему, поделил дэмэдж санстрайка Ликан, успел подойти, помочь своему саппорту. Я вот это не заметил, я просто заметил то, что очень классно Джакиру успел поражать свой Ферри Файл, который даровал им необходимое здоровье, чтобы жить. И он в итоге умер вторым после того, как сделали ФБ уже вега. Ну и, конечно же, красавчик Соло, который более-менее прочитал момент, очень вовремя вышел и помог. Ну, интересная ситуация на верхней линии. У каждого там своя дота. Маг фармит за вышкой Дайр, Тайтхантер перед вышкой Радиант. Они вообще не встречаются, в принципе. Ну, потому что с вот таким вот закупом Тайтхантер уже может спокойно, абсолютно стоять под неограниченной пачкой крипов, и они его пробивать не будут. Ну, вернее сказать, с такой раскачкой. Ну, просто посмотрите, что он делает. Да, единственное, конечно, что нужны арканы какие-то, чтобы СМП не было. Представляешь, насколько быстро он нафармит? Вот этот вот. Да, вот он идет как раз, покупает арканцы и пошел дальше. Снизу, атака, возможно, будет на флайе, пошла сетка, здесь Эмбер. Фэмгард прожал, лайс-пас есть, но вот Ливинг Армор, штука неприятная, на Крамзе страдает теперь. Пошел еще Лич Сид, куча регена, куча протекции. Все-таки сильноват как-то, ну, вот в такой ситуации, потому что отхиливает там все абсолютно, и даже с Ченом не могут пока что с этой линии так хорошо постоять, как-то отбиться. Ну, ты знаешь, они хотя бы не проигрывают эту линию, у них хотя бы Ликантроп фармит, это самое важное. Все-таки, да, у них 16 всего лишь на 3 Крепстат, может быть, не такой большой, но у Эмбера не на многим больше, всего лишь 20. И при этом его не убивают, и даже еще при этом Вега сами пытаются инициировать. А ведь дач, первоочередную Team Spirit, была именно загнобить противника. Не получилось. Не получилось, что-то 1-1, и ПБ был за Вега. Я смотрю на верхней линии, там что-то очень интересное происходит. Бруда своими пауками пытается развлекать Тайд, но Тайд все равно потихонечку подбивает их. Правда, линия ему, в свою очередь, тоже пропушивается, нужно сейчас встречать этих крипов, фармить их. Ну, вроде как хотел помешать и Бруде, но Бруде помешать не получается вообще. Она все-таки хорошо контролирует своими паучками. Лучше уж стой, Тайдхантер, хотя бы Тавр свой не отдашь. У крипов пробивает. Да, очень много он фарма, конечно, забирает здесь. Ну и Бруда много фарма забирает, но мне кажется, вот поначалу Тайдхантер, который получил так много экспы, так много фарма, он поинтересней. Почему-то не хочет выйти из-под вышки и встретить крипов где-то подальше. Ну и под Тавром его тоже нормально, видимо, ластхидить. И так, кстати, вот. Рамзе, опять выходит суммон и Чена, соло контролит. Тяжеловат в такую ситуацию, конечно, в кого-то залетать. Вообще, все пока, опять же, предельно спокойно. Видим, что немножечко у Драгонайта проблемы по крипстату. Ну, опять же, разница между инвокером и Драгонайтом. Сволишь 10 крипов. Что-то очень не так важно. Ну, чуть выигрывает, но с другой стороны ДК понимал, что ему здесь придется тяжело, и то, что он проигрывает не так много, это для него здорово. Арканы уже есть у соло, четвертый уровень. Хорошо. Так, Эмберспирит проиграл 14 из 21 игры на квалификациях к Shanghai Major. Вот такая вот статистика. Ну да, учитывая, насколько популярны пуши, не так здорово. Так, Тайтхантер там новую какую-то фишку изобрел. Он просто отводит сам крипов сюда. Мне кажется, им бы проще было играть, если бы на этой линии высших вообще не было. Можно было фармить где угодно. Ну, я думаю, недоволен именно Бруда будет, потому что все-таки понемножку он лайн пушится, посмотрите. Айду поприятнее как-то. Но он может и дополнительный фарм с пауков собрать, и, кстати говоря, потихоньку, видимо, собирает. Хотя нет, крипстаты у них равны. Нет, нет, паучков не оставляет маг. Маг их контролит замечательно. Флайд! Флайд пытается, флайбруинтоп жить будет или не будет? ДК может же добить его. 30 кп, 20... Нет, все, не добивает, потому что тренд протектор дал ему хилл. И за счет хила выживает. Какая-то стычка на миде здесь произошла. Вроде как в большинстве этим спирит, но не смогли они этого ДК отогнать. Слушай, подпушивает стауэр. Подпушивает стауэр. Подпушивает стауэр. Дорога-найт стаун, внезапный в айсберг. Один же стем, еще айс-пас, флаж, залетают суммон и чен, айсберг. Прожимает фаер-файр, сразу же в инвиз и уходит. Да, тут пришел еще и соло. Продолжают давить линию. Тренд протектор не очень хочет отдавать вышку, потому что ее можно было бы потом захилить. Но кажется, кажется, здесь будет устоять крайне тяжело. Ликвидфайр, Джакира. Хотя возвращается инвокер, принес он себе фласку. Но с таким билдом отбиваться тяжеловато. Ну и в итоге разве что заденаить. Заслипали. Джакира, фортификэйшн оставили. На самый конец выходит. Тайдкаттер, реведж есть, но не может его прожать. Да, в итоге не прожал реведж. Нужно денаить вышку. Вышку захиливают. И возможно денаить ее даже не придется. Придется, придется. Да ладно, добивается вышка инвокер. Вообще это довольно точно такой момент был интересный. Молодец, Тайдкаттер, тянулся, реведж даже не потребовался. Однако, как только он ушел с линии, посмотрите, что делает маг. Да, маг уже подпушивает топ. Нужно использовать фортификэйшн. Использует фортификэйшн. Еще раз возвращается Тайдк. У него уже почти блинк на восьмой минуте. Арканы плюс много всего, конечно. Но что-то нужно делать с верхней линии. Как туда возвращаться. Бруда там получила нереальное пространство. Взяла себе медасик прямо сразу. Ну, потому что почему бы и нет. Че тянуть. Все равно больше ничего на линии она пока не делает. Просто фармит крипов. И с медасиком у нее это получается гораздо лучше. Ну, то же самое сделал инвокер. Тоже приобрел себе медас с медленнее. Тоже, видимо, такой же логикой. Почему бы и нет. Ну, инвокер пошел в такой билд еще. Вот он вместо того, чтобы векс и экзорд. Обычно против пуша именно такой билд использует. Он пошел как раз таки в билд с двумя паржами. Много... Так, кстати говоря, вспоминается Эмбер Спирит под вот этим вот... Ливенгармором Трента в свое время являлся жесточайший имбой. И, честно говоря, я не помню, почему он перестал ебить. По-моему, порезали и то, и другое. И как-то не так жестко. Но все равно его магии очень тяжело пробивать. Да и физикой тоже. Когда на нем флэймгард, на него накинут ливенгармор. Но это последствиями мы увидим. То есть Тадхантер там будет залетать с реведжем. Пойдет Эмбер, самогущая событий, с краш ливенгармором, с флэймгардом и всем остальным. Тадхантер не может оттянуться. Вот просто не может оттянуться с этой линии. Начинают потихоньку давить. Не вижу ДК. ДК, ДК, ДК. А ДК у нас на топе. ДК хочет сломать верхнюю вышку. Везде пушат, конечно. Везде давят этим спиритом. Я не знаю. А есть ли какой-то план на каблака на этот счет? Потому что, конечно, они пытаются пока сержаться и Тавр так просто не падает. Но ДК вот уже Тавр забрал. И снизу Тавр тоже будет пушиться. А до Тайд улететь и драться. Все, полетел Тайд. Форма от Паши. И опять-таки стан и Паша просто убегает. Да ладно. Да. Так и есть. В итоге ловят... Правда ловят Чена. Эмбер Спирит рядышком. У Эмбер Спирита есть ремнант, он его не тратит. Просто связывают Чен. Чен дает ультимейт. Минус Чен. Забирают одного. Продают крипа с Мидаса. Сейчас еще одного крипа могут пытаться забрать. Нет. Тут же выходят на Рошана, Тим Спирит. Понимая, что... Ну, не самые лучшие позиции сейчас у Веги для того, чтобы этого Рошана как-то принимать. Вега, в свою очередь, пытаются разменяться и сломать еще одну вышку. Тайдхантер взял себе Мекку. Это тот мерзкий пуш. Он продолжает по что бы то ни стало. Вега с Патроном всегда есть чем заняться. Проиграли файт. Выиграли файт. Делали килл или там кого-то героя потеряли. Все равно просто-напросто они идут и давят. И ничего с этим не сделать. Сатир там, конечно, бегает, дает вижен. И его, конечно, моментально убивает. Рошан здесь тоже пойдет. Айгис достанется, Тим Спирит. Но! Котяноид. Но их Тирботавр на топе. И при этом очень страшно. Ведь Макс этой линии никуда не уйдет. Он будет грызаться. Дальше уже в Тир-3. Непростая ситуация у Тим Спирит все равно. Несмотря даже на то, что они там забирают Рошана. Вега впереди на 3000 монет. Да очень, конечно, Тайтхантера каждый раз здорово контролит. Он вот пытается прилететь. Ему бы блинкой лететь куда-нибудь назад, а потом уже врываться. Либо как-то пытаться этих кентавров поддизейблить. Кинуть на него, не знаю, колдснейп, все что угодно. Чтобы он просто не смог дать свой стан по таймингу. Там же доля секунды. Все так. Так, Бруда. Ого! 96 крипов за 10 минут у Мага. Топ-1 результат за все время. Ну это, я так понимаю, на Бруде. Но действительно это очень много. Очень большой крипстат. 96 за 10. 612 за 11 минут. Маг что-то разошелся. И с Медасом. Смотрите на его Нетфорс. 6700 он имеет. Тоже самый инвокер с Медасом имеет на 1700 монет больше. Два тавра все-таки. И там он не только тавра подъедал, но еще и лес и всю линию. То есть весь фарм с линией плюс лес плюс два тавра. Маг, Маг дает жару. С этой Бруде конечно будут большие проблемы. Так, а что я себе купил? Вот в чем вопрос. А, не кратчи. Не кратчи у него. Первый уже готов. Поставил обсервер, мы видим. Так, ну тут пембер для него вообще никакая не проблема. То есть паучки бегают просто рядышком. Если надо будет вцепиться, загрызет. Айсберг. Тиварнингом сразу занимается. Неплохо. Айгис, кстати говоря, именно у него. Ну и вот что будут делать теперь тем спереди. Вот казалось бы, есть Айгис. И в обычных раскладах, в обычных пиках ты дойдешь с команды и там пытаешься покушать что-то, снять тавер или провести файп 5 на 5. Проблема какая? Пушить ты не пойдешь пятером, потому что тебя засплитят сразу же. Драку 5 на 5 века тоже не будут принимать, потому что им это не надо. И непонятно, что делать. Айгис есть, а вот так его использовать непонятно. Ну скорее просто для того, чтобы более безопасно фармить. Как бы один герой будет иметь две жизни. Наверное так, я полностью согласен. Я уже не первую минуту сижу и думаю, а как спириты вообще драться собрались? Им бы как-то подраться с этим реведжем очень хочется. Но ощущение, что когда они придутся драться с реведжем, реведжа уже будет не хватать. Хотя пока что преимущество-то небольшое. 3000 это не так много. Тем более, что по XP никакого отрыва нет. А там сейчас просто мегас, которым дождутся, когда Айгис потерян будет. И дальше может быть даже сквозь Айгис противника. Они пойдут пушить дальше. Потому что тут Соло уже практически Мекку себе нафармил. Есть Мекку уже. Да, там Морбит масочка у Паши. То есть будет и Владмир тоже. Все вот эти стандартные артефакты на ауры, на подхилы, они собираются в Вега Сквадрон. Так, в общем, только было в той карте. Поэтому тут просто нужно дождаться сейчас, когда Вега пойдет вперед. Аптер Лайф уже почти 11-го левела. Такими темпами и Доблинка недалеко. Но здесь кому-то надо будет Кримсон собрать. Не знаю насчет Тайтхантера. Все-таки у него есть врожденная пассивка. Ну, кому-то можно будет сварить. Очень много суммонов. Ну и пока что просто Тайтхантер выходит в пуш. Трент с Аэронталоном потихоньку фармит свой Аганим, видимо. Но он всегда покупает Аганим на Тренте. И на самом деле Аганим это то, что может здесь действительно помочь. Вот этот Вижен Бесконечный в лесах. Вообще да, нужно. Габака за это как раз таки поэтому покупала Аэронталон, чтобы фармить немножечко покруче. Делаются еще и стаки. Вот только-только Эмбер приобрел себе Трвала. В принципе, здесь это объяснить можно тем, что нужна будет помощь команде. Когда-то, да, и он уже будет прилетать и участвовать в файтах. Плюс ко всему, крайне мобильный. И всегда можно будет опушивать бруду на топе. Против которой Эмбер Спирит хорош. Ну, опять же, дадут ли нафармить Рамзесу еще что-либо? Б.Ф. Кристаллис. Его показывали Вега в первой карте. Ну, есть ДК, через которого можно ловить. Есть Джакира. Но пока что стягиваются вниз. Там неплохо надавили на линию. Сила Тим Спирит в том, что можно кидать, конечно, бесконечно вот эти вот хилы на вышки. Если ты вышку не сносишь, то она может стоять просто бесконечно. При том, что сами они дошли до нижнего тавра, чуть-чуть его побили. И в следующий раз можно еще чуть-чуть побить, еще чуть-чуть побить. И ХП у него никаким образом не восстановится. Рамзес синицировал Драгонайт. Дал ему стана. Но пока за один стана Эмбер Спирит забрать не могут. Ремнанты. И уходит, уходит на травелах. Да, кулдаун еще на станчик. Поэтому не успевал ДК здесь никаким образом. Но, собственно, не получается его убить. Все-таки Ливен Гармор делает его довольно-таки прочим. Тайт Хантер. Он узнает, что маг здесь. Вот Эмбер Спирит рядом. С Рэвэджа начинает. Просветить бы Санстрайк. Стал же Эмбер Спирит. Просвечивают. Маг из-под Санстрайка уходит. Драгонайт спасает. Сам пытается уйти. Маг. Неужели мага отпустят? Эх, Рэвэдж потратили. Просветку потратили. И даже мага забрать не смогли. Ну, знаешь, я вот в данной ситуации скажу, что несмотря на то, что мага забрать не смогли, по-моему, Тайт доволен. Он там такую вообще тучу срубил денег за этих пауков. Конечно, Бруду хотелось бы забрать. Но Эмбер поздновато подошел. Поздновато, так как-то и Просветку пришлось ему именно брать. И там на Ремнантин оказывался это в кустах. А не сразу. Возле Тайт Хантера тяжело. Пытка была. Попытка не пытка. Не получилось. Немножко не повезло. Связал крипов своими чинами. Так, выход у нас на нижнюю линию. Здесь Тренд. Дает Лич Сид. Тайт Хантер летит. Ну, у Тайт Хантера реведжа нет. Но попробуй вот такого Тайда с Грейвзами забери. Очень сильный. Ну да, вроде казалось бы, каких-то бюрстанов. А бюрстанов-то нет или Экспатрон? Представляешь, у него... Его бьешь, у него скидывается Кракеншеллом. Он скидывает Грейвзами всякие там дебафы. Он просто неубиваемый. Ого, Рамзес стал соляного. Ты посмотри, уничтожил мага еще и за паучками гонится. Это просто очень жестко. Он получил за него 600 голды. У него уже 2 200 сверху. 2 200, да. Он сразу же берет себе персик. Рамзес красава. Ну, реализовал свою просветку. В принципе, Бруда-то, она остается с такими артефактами очень слабой. Вот именно, если на нее напасть. Снизуфт Автолайфа пытаются убить. Опять же, не пробили. Что ты правильно сказал? А теперь на развороте. Оверпах. Овергрол. Ну, правда, Бакрапира. Гардиан Грис. И Каблак что-то страдает. Каблаку больно. И Каблак сейчас будет играть. Ой, какой Метеорит катится. Просто уничтожает несчастного Декад. Шикарная игра от Инвокера. И Рамзес дальше идет. Каблак выжил. Ой-ой-ой. Соло пытается уйти. Соло. Соло. Это фантастика. Просто как же здесь Айсберг ворвался. Беспощадный. Только что купил Блинк. Идеальный Метеорит. До этого очень круто зашел рассказ. Вообще всего, что только было. Ну и, собственно говоря, настолько прочный пик у Темспирит оказался, что Тайтхантер, по-моему, протанцевал на Макропире. На ДД Драгон Найта. И еще у него осталось при этом там ХП-200, после чего он нажал Грейвзы. И все. Это просто жесть. Ну реально Тайтхантера не пробить. Ну это очень жесткая ошибка. Куда вы лезете под вышку? Благо у него реведжа не было. Ну почему на Тайда-то? Почему на самого толстого? Почему бы кого-то другого не попробовать? Боже, чуть не написал аж в чат. Горит. Так, слушай, аромат. Ну это да. Я думаю, что гореть должно сейчас у Веги. Вообще, что-то очень много проиграли. 3000, как бывало, у них там преимущество. А его уже нет. Теперь Тим Спирит идут вперед. Уже и Тир 2 ломают. Мак-то там в таверне провозил большую часть времени. Сейчас вернулся. Только начинает распушивать лейн. Купается фейсбуд. И Тир 2 сломали. Слушай, огромнейший плюс. Получает Тим Спирит. И у них все внезапно становится очень хорошо. Уж не работает у Вега Складрон. Если они три таворы, на это пока только ограничились. На самом деле, я думаю, если пойдут дальше в такой массированный пуш с умонами, здесь не исключено, что и какого-то тайда мы увидим с Аганимом. Потому что в АОЕ давать свой гаш, там наносить по всем крипам, он наносит 260 дэмэджа. Это круто. Я, конечно, очень хочу увидеть Аганим на Тедхантере хоть раз в жизни на профессиональной сцене. Но я при этом хочу, чтобы не заруинили катку никто из-за этих артефактов, которые дорого стоят и ничего не дают. Не думаю, что здесь прямо уж так нужен этот 4200 тратить на Аганим. Но сам артефакт хочется, конечно, для персонажа увидеть. Ну да, я вообще ни разу, например, не видел. Я тоже ни разу не видел. И паблики даже не видел. Я знаю, что есть. Я читал патчноут, но, скажем так, на практике на практике еще как-то не получалось увидеть. Ладно. Может быть, может быть, в этой карте нам покажет Тедхантер как надо. Так, за одну игру можно дать всего один рэвидж, а тут молоко. И это Арсарт отличился. Вот надо было смайлом где-то предписать. А приятного, Серега, если ты смотришь, рэвидж молоко был твой. Его в статистике где-то записали. А статсмен вообще ничего не скроешь. Пока посмотрю, может, у нас что-то в твиттере. Эмбер Тренд за все время 90 игр, 53 победы, 58 минерейта. Тренд против Бруды проиграл 10 игр из 15. Такая вот информация у нас. Да, с одной стороны, казалось бы, Эмбер Спирит хорош, против Бруды. На практике минерейт у него плохой. Бывает. Да, и еще интересная стата, то что Ликан вышел на первое место по винрейту в версии 6.86 с героями, ну, среди героев 10 плюс игр. Вега победили 4 из 5. Ну, как бы это не была пятой сейчас. Вот насколько силен Ликан в этом патче. На самом деле, вот у Дота, по-моему, наступает период, там, раз в 5 патчей, когда Ликан становится невероятно сильным. И выигрывает энд. Да, потом режут Некрачей, его перестают брать. Потом следующая ветка. Опять там поднимают какой-то ему. В этот раз ему Некрачей-то никто не апал так сильно, но ему сделали так, что они теперь критуют. Стало немножко опаснее. Так, ну что будет у нас нападение? На Тайдхантера? Отказано, по-моему. Давай, давай. Второе. И просто сейчас он вас всех тут переубивает. ТП. Нет, ребят, вот так вот можно. Некрадмикон мы выжили в Сумана, не требует. Вообще, смотри, как они его пробили-то. Целый 3 хп сняли. А он грифсы, говорит, ребят, сейчас я влечу. Залетает, есть газ. Все, он за слэр. Получает пинсгриф, даже сам страйк. Ой, как много Суманов-то подфармили. Еще и Некрачей всех. Да, я бы на месте Тайдхантера все-таки ультанул, чтобы всю эту пачку забрать. Но, конечно же, гораздо более выдержан Afterlife. Но вот опять же, нападение, когда ты... Отлично, выжгли ману, это, конечно, очень круто. Но нападение, когда ты не имеешь возможности убить героя, имеешь возможность только отлететь, оно очень плохое. Я думаю, что Тайд возьмет себе какую-то шиву. Вот прям следующим артом. Просто потому, что единственный его минус в данной игре это то, что он по мане проседает. Знаешь, сейчас для Вега челлендж такой. Окей, два раза не получил. Но мы тебя убьем. Мы будем пробовать раз за разом, но мы тебя убьем. Ничего при этом не появляется. Там появляются какие-то БКБшки. Ну, то есть ничего на такой суровый демэдж. А Тайдхантер становится все жестче и жестче. И они его пытаются все дальше и дальше пробить. Так, выход на Рошан. Слушай, а тут, да. Во-первых, выход на Рошан, это первое, что делает Team Spirit. Во-вторых, снизу там пытается сплитить эгоскадрон, пытается тренд как тавр. Задефить. Рошан уже падает. Юзает крицы. Волчок, волчок, волчок. Ничего не успел. Силы тьмы забрали Рошана, а Егист остался инвокером. Снизу тавр тоже не запушили. Эмбер Спирит покупает себе БФ. Ну, в общем-то, у Спиритов сейчас просто полный порядок. Посмотрите, графики идут вниз. Каждой минутой. Да, там Рамзес разогнался нереально. БФ и 2400. Хотя буквально, казалось бы, он только Трэвелап покупал. Очень хорошие драки удались. И причем даже не драки, а вот его соло-кил на бруде. Это был вообще один из важнейших моментов. То есть топовый герой, который должен держать в страхе верхнюю линию, приходит просто Эмбер и забирает его. И сейчас будет Линку делать. Ну, потому что с Линкой его не подцепить практически. Линка-блинк, все. Дальше ты можешь делать любые артефакты. И в этой игре тебя зацепить очень тяжко. Пока нету, ну, большого количества ценных артов на соперник. Слушаю, Линк, Калли или Монтостасовский? Я так просто подумал, а вот, ну, каких точно способностей не так много. То есть, ну, стан ДК, он вот чисто как раз-таки против стана ДК очень сильно. Без одного стана. Ну, да, а просто без этого стана его никак не убить. Ну, все, может быть, может быть так, да. В любом случае, еще один там в артефакты сносит Тим Спирит. Пытается, Мак, конечно, уже теперь агрессивно давить линию, там, собирать БКБшки, но давит, давит. Тим Спирит сами пушат. И опять у нас те, кто играют первым номером, выигрывают. Так получилось, что как только Тим Спирит выходит в атаку, оказывается, что пуш веги силен, но вот обороняться они не могут, потому что у них бруда. Ой, пофармил как. Ой, сколько денег, Рамзес. Дал один слайд офис. Работал голды 4, ну, 430 точно. Линку будет делать. Либо Хекс, конечно, может быть. Ну, нет, скорее всего, линка. А, и сможет вернуться, опять же, куда-то вот сюда, на мид-линию. Здесь должен быть где-то ремнан, правда, я пока его не вижу. Просто несчастная бруда, не боец. А вот к ней летит, похоже, БКБ. Ну, даже с БКБ все-таки она не очень любит, когда ее давят. Просто стоит инвокер и расстреливает с Аегисом. Ну, я сейчас БКБ еще прилетел, там, молча-то, молча-то, молча-то. Призера хотела, возможно, переспотить, не вышла. Ну, они что-то пытались там засплитить, но стоял в центре, и их спокойно забрали. Гортификацию используют. Team Spirit. Team Spirit готов у них лететь. Тем временем ДК, кстати говоря, не на базе. И он без мана, ему еще нужно прилететь на базу, отрегенится. А Тир-3 падает тем временем по миду, остается всего ничего. 500 хп. А, у них-то в команде нет Трента, который может Тавр захилять. Да, это проблема. Кстати, Трент там уже подобрался вплотную к Аганиму. С Аганимом мап-контроль будет очень хороший. Осталось всего лишь 350 голды. Да, может быть, с этого захода Team Spirit не снесли Тир-3, но это было бы дикой удивительностью, если бы они сейчас зашли на 25-й минуте, сломали сторону. Пока лишь только немножко подбили противника, заставили их стянуться на базу. Вот видим, где находится Соло. Да, это непривычная для него зона с суммонами. Он обычно находится с ними где-то на чужой территории. И сами рассредоточились по карте. Кто куда, допарнивать себе свои айтемы. Что мы видим? Мы видим, что два БКБ появились у Дега-Сквадрон. Это у Ноуана и у Мага, 10-секундные БКБшки. Соло почти выформился до Ганим. Есть третий Некра у Мага. Есть Некра пока второй. У Паши скоро будет тоже третьего. Ну и при этом также артефакты и заветные скорости появляются у Team Spirit. Да, посмотрим на Тайда. Как он сейчас будет, насколько полезен, учитывая, что БКБ уже есть. Ну вот здесь, наверное, наступает тот момент, когда Тайд не так силен какое-то время будет. Но опять же, если ты контролируешь игру, то Тайд у тебя получается всегда очень сильный, потому что он может где-то переждать БКБшки. А в лейте так вообще. Он там ждет 5 секунд, дает 2 реведжа. За эти 2 реведжа он убивает все. И шикарный выбор-то на самом деле. Просто этот Тайд в этой игре пока что делает огромный объем работы. Да, он Шиву пошел делать. Вообще, Габлак сам славится тем, что он любит пушить. И, соответственно, если против него берут, потому что он прекрасно знает, что с этим делать. И поэтому такие герои, они самые однозначные на первый взгляд, они имеют вес. И мы видим, смотрится очень хорошо. Действительно, Тайд Хантер это большой такой арбуз. С одной стороны, с другой стороны, это огромная головная боль. Пошел Габлак делать страшные вещи. Есть уже? Да, уже есть Аганим. Ну, самое неприятное, конечно, это Вижн. Но в ситуации, когда у Веги... Вот представь, он заставит весь свой лес вот этими деревьями. Бруда там расплодит пауков. Он просто нажмет одну кнопку и запармит себе там, не знаю, 500 голды с паучков. Вообще, да, это звучит даже жестко. На практике это еще страшнее. Видите, мы, кстати говоря, у Айсберг это есть Аигис. И более-менее вроде как отпушили линию сейчас на топе. Он выпадет скоро. Третье. Да, ну и Габлак пошел. Зачаровывает, зачаровывает, зачаровывает. Весь лес чужой зачаровывает. Он пошел. Очень сильный тренд, когда ты контролишь карту и имеешь возможность вот так вот выйти и просто понаставить деревьев. Все видно, ставишь деревья, все. У тебя можно варды даже не покупать. Соперник вынужден покупать гем, искать эти деревья, думать о том, как их сломать вообще. Так, Бруда. Бруда у нас прячется. Не хочет она. А ее видели, ее видели. Под вардом пробежал и под центрышником знает, что где-то здесь она есть. Маг убегает, ставит еще один центрик. Вот он, Маг. И начинаем ее подцепить надо. Ну что ж ты, Рамзес? Финсгрип. И внезапно Финсгрип от Флая. Держит, Санстрайк, Маг. Никой по КБС, понятное дело, не спасает. И гирает. В общем, Флай на бойне в этой игре поинтереснее, чем в прошлой на Веспе он играл. Согласен. Ну как ты, знаешь, может быть не то, что Флай, не Флай это герой. Я вот не помню, как у них было в Империи. По-моему, Флай иногда играл и в принципе неплохо. Такое ощущение, что немножко практики ему не хватает на Веспе. Потому что вот все игры на бойне, что он сыграл, я так смотрю, он прям очень круто перемещается, использует свои спылы. И даже если где-то фидят, то ничего страшного. Всегда у него, ну посмотри, в этой игре у него все шикарно. Арканы, 11-й левел, разкачка очень продуманная. То, что он не максит этот бесполезный ульт. Ну точнее, он не то, чтобы бесполезный, но главное дизейбл, а не дэмэдж. Он максит какие-то другие, более полезные спылы. Ну, на самом деле можно с ним поспорить где-то. Но в принципе, мана дрейн не увеличивается. Самое главное. Нормально, нормально. Билл тут два товара, прошли сразу, забрали. Вот из-за того, что, конечно, уже второй раз Бруда ошибается, отдается, причем, обратите внимание на КДА. Сейчас мага, у него 0-2-0. Формит, конечно, круто. Ликану сбил ТП только что Габлак на нижней руне своим деревом. Так, это пешком, что ли, падет? Ой-ой-ой, это же может быть опасно. Глиф, правда, есть, конечно, немножко времени отыграет. Но что, что пешком возвращается Ликан, это может быть беда. Да, Габлак шикарно сконтролил этот момент. Там Айсберг аж от волнения прожал КБ. Ну и все, отходит. Понимаю, что Ликан где-то рядом. Да, здорово. Вот те самые как раз-таки зачарованные деревья дают у себя знать. И Вижн, и Оверграу, который работает сквозь все. Немножко подбили. Тир-3 опять же не спушили. То есть они подготавливают площадку. И на миде, мы помним, тот же самый Тир-3 стоит, который били недавно совсем Тим Спирит. Рано или поздно это все пойдет. Опять, по-моему, та стадия наступает, где Тим Спирит можно абсолютно не торопиться и контролировать ситуацию долгое время. Особенно, если они будут больше фармить. А если мы посмотрим на графики, там экономический провал наступает у Веги. Действительно. Вообще они фрагов-то не делают, они не пушат, то есть денег не зарабатывают. Большую часть времени соло проводят вообще у себя на базе. И лишь только зоопарцируют. Кто-то гоняет, поэтому денег нет. По фрагам вообще отдельная история, на самом деле. Ну, один день, да. Они забрали First Blood. Да бы и не. Все. Соло-то, игра Габлака на тренде. Там опять кит-овергроу. Ой, соло поджарли, Рамзе здесь, соло подкилил и метеорит сверху падает. Ну, шанс, да, соло, еще можно пациент что-то подобрать. Вот можно еще пытаться. Прям надо, прям надо, надо, надо. Залетает, прекрасно понимает Рамзе, что пускать их нельзя. А, таблика заберут, конечно. Ну, слишком прочные крипы, дэмэджа пока что нет. Но в любом случае, минус чен, опять же, ну, не могут выйти никуда. Сотая игра на тренде, и видно, что она сотая. Просто вся карта, ну, насколько же он здесь начинает доминировать, становится такой, знаешь, причиной, почему Vega вообще никак не могут выиграть эту игру, если не купят себе гем и начнут сбивать эти деревья. Хотя у них есть некрачи, ну, значит, некрачами бегать все время сбивать, центрями. Но просто вот если мы нажмем вижен команды Team Spirit, и даже вот не будем смотреть на варды, они видят почти всю карту. Так и есть. Я максимально долил камеры, показываю зрителям, смотрите, вот, 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 вот это все. Вот это все, все под виженом, под действием и под контролем этого грандапа. Ну, и вот, Джакира приобретается бегем, но он прекрасно тоже понимает, конечно же, ребята из Vega Squadron, что нужно как-то с этим расправляться, потому что невозможно соло выходить из своего тавра, невозможно кому-либо вообще уйти, сбивают НТПшки. Но сейчас будут пытаться как-то, как-то сбивать. Ну, есть для этого квиллинг-блэй, кстати говоря, ликантропа. Ликан хорошо делает все, он направляет некров, как раз-таки сгрызает вот эти деревья. Не то, ну-ка, вот это, да, вот это. Дальше идем, там еще в лесах есть один, даже можно забрать. Тем временем, конечно, отпушивает стоп-лини и снова забирает огромное количество крипов. Здесь Рамзе, Слайта, Фиста, Кристалли сейчас раз приобретает. Ну, конечно, вот то, что маг фармит очень много, это круто, но вот мне интересно было бы посмотреть стату, сколько же он денег подарил противнику, сколько он нафитов. Много, очень много. Фист 19 крипов забрал сам. Вот интересно... Два фрага на нем, они очень дорого стоили, не говоря уже о пауках там дополнительно. Вот 306 крипов убил Эммер спирит, 319 бруда. И из этих 306 у Эммера, ну, где-то, может быть, часть пятра, наверное, пучки. Я думаю, примерно столько. Отпушили топ-линию те времена. А тут двигаются дальше. Рошан. В общем-то, действительно, игра под их контролем полностью. Рошанов забирают, отпушивают все как хотят, и у Vega Squadron пока, судя по всему, не понимают, что делать. Ну, вообще, пока что довольно уверенно этот матч протекает. Конечно, во второй игре сами себе придумали этим спирит огромнейшие проблемы. У них был, на мой взгляд, крайне неудачный пик, и все равно они поборолись. Но вот в первой, третьей игре нормально, он там Мидас просто выкинул. Курьер и инвокер, неужели уже 6 слотов? Ну, так, да, в принципе. Сейчас барабаны даже можно продать, что-то докупить, и Мидасик уже и особо не лезет. Ну, хекс какой-то, возможно, возьмет. Да, слоты уже потихонечку начинают заканчиваться. Хотя есть куда расти. Вокеру. Отделенно. Ну, там у всех все хорошо. Вот, на ней, тембилды. Шивы какие-то, автолайф появились. Все, что нужно сделать, тем спирит, это как-то удачно подловить противника. Автолайф просто монстр в этой игре. Ну, как обычно, зачастую такое и бывает, когда вот ты такого героя оставляешь одного получать весь фарм. Вот просто почувствуйте разницу между Брудой, которая имела там топовый грипп стат, она мало что может сделать, потому что, в принципе, это герой и создан для того, чтобы захватывать там линию, и при этом он не находится в каком-то диком плюсе, это просто его обычная стандартная игра. И между Тайтхантером, который обычно все-таки терпит, а здесь он получил чуть ли не топовый нетворс, и он просто неубиваемый. 1-10. По-прежнему неубиваемый. Посмотри на счет. Ну, у нас вообще, на самом деле, все три карты так проходят, если откровенно, то у нас огромных щитов нет, у нас нет какой-то бешеной СНГ-ТОП, и когда все другом месть, идет пуш против какого-то попытки отдефаться от пуша. Причем в третьей карте все получилось наоборот. И заходит такой граунд. Спириты будут подниматься, есть глиф здесь, ставим байбеки, байбеки... Ну, в общем-то, у кого-то есть, у кого-то нет. Сами видите. Маг не торопится на базу, Маг купил кирасу, не оставив денег. Оставив, кстати, байбек, извините. Теперь три уже потерян? Курьер сил, ничего особо не потеряли тем спирит. Минус курьер. Казарма систили на верхней мемера. Что за курьер у нас погиб? Курьер Тайров погиб, который летел, видимо, где-то на обратном пути. Фортификация юзается, но пошел Паша, похоже. Нет, не пошел, просто смотрит, как им ломают бараки. Нужно нападать, иначе вы сейчас барак лешите. Слушай, я вы кисто егесом. Рутата купила себе еще и башу сейчас, и теперь точно нет денег на байбек. Да, ну, посмотрим. Выжидают, выжидают, спокойно айсберг ломает барак, и просто уходят. Вот это игра. Легчайшая сторона для транспирта. Ну, тяжело таким пиком как-то пытаться откидаться. Пик настроен на то, что вы сами бежите и нападаете. Там лекан тот же. А здесь он что? Он забежит в БКБ. Вот кроме шуток ему какая-то манта нужна. Иначе он просто будет стоять в БКБ в корнях. Очень сильный герой Триант. Еще не будем забывать, что все-таки у него ульта, помимо вот этой вот разведки с Иганимом, она просто пробивает БКБ и не дает герою передвигаться. По-моему, бить тоже. Причем на 3.75. Боже, это же ужасно. Ужасный тайминг. Только времени стоять без эминга. Да, его просто руками там убьют за это время. А потом кончится БКБ и тает с реведжем. Ну, в итоге инвокер забивает вторую линию. Заходит, БК начинает фокусить, Тайдхантер запрыгивает, не жмет реведж, выжидает, выжидает, Тренд прокастовал свой ультимейт, Пинс Грипп, Тайдхантер готов, война уже стерли, Тайдхантер ждет до последнего и пошел, реведж. Ну, теперь нужно убивать, теперь нужно убивать. Валент Уфис, залетать, Витярит, класс, Тайд, прокастовался вместе Тайдхантера, сливает двух героев без байбэка, но Форсайф пытается тесема и гуд геймблплей от Дега. Проигрывают все-таки эту карту и в целом матч. Не только Afterlife ждал, когда закончится БКБ, но и Айсберг, и раскастовались они, конечно, шикарно. Здорово сыграли Team Spirit в этой игре, отличную стратегию, вот как раз-таки контр-пуша такого, и 20% вот этой вот побед против Ликана состоялись. Ну и что, можно их поздравить, они выходят в финал венеров, теперь они находятся в одном шаге от выхода на мейджор и... Габлак в одном шаге от выхода на мейджор. Габлак в одном шаге, ну на самом деле ничего удивительного, он уже много лет вот так вот собирает вот эти вот команды и пытается с ними пробиваться даже. Сейчас близок, как никогда. Да, как никогда, и действительно достойно играют, я думаю, что с такой игрой еще на мейджоре могут быть хорошие шансы. Ну что ж, два очага.